Привет! Сегодня в ролике. Первые в мире живые роботы научились производить себе подобных и делают это, как не умеет ни один известный науке живой организм. Все данные человечества за всю историю в одном холодильнике. Корпорации превращают ДНК в хранилище данных. Физики придумали, как можно повернуть время вспять на квантовом уровне. Машину времени пока все равно не построить, но о природе времени снова придется задуматься. Ее не должно быть столько. Нашелся новый источник воды на Земле, и он далеко за пределами нашей планеты. И, конечно, загадка в конце. Сегодня про человека, который выпал из самолета. Это свежий выпуск Пушки. Рубрики про новые научные загадки, открытия изобретений и идеи, которые заставляют задуматься, вдохновляют или просто поднимают настроение. Как вы уже поняли, в заголовке лишь одна из тем, и между ними легко переключаться с помощью тайм-кодов. И последнее. Спасибо вам за поддержку на Ютубе с помощью этой кнопки и на Патреоне. Особая благодарность. Дмитрий Орлов, Павел Новиков, Сергей Дмитриев, Дебаггер Фриманд, Павел Дунаев, Сергей Чапаев, Алексей Леонов, Роман Шестаков, Джан Кай, Олег Жин, Ленархус Нулин, Михаил Изайцев, Андрей Кезиков, Евгений Дар, Артем Первушин, Антон Полгунов, Павел Борский, Александр Кошуков, Светлана Забегаева, Серега Ка, Петр Кандауров, Максим Менделев. И всем, кого не упомянул. Начинаем. Удивительно, насколько тонкой становится грань между природой живого и цифрового. Еще в прошлом году стало известно об этих первых, как уже тогда говорили, живых роботах. В каждом несколько тысяч клеток. Всех их взяли у эмбрионов южноафриканской лягушки Ксенопус Левис. Новые организмы назвали в честь несчастных амфибий – ксеноботами. У ботов нет желудка, мозга, половых органов и даже подобия нервной системы. Но они постоянно стремятся перемещаться и умеют лечиться, восстанавливая себя, если им даже отсекли половину. А главное, их поведение можно программировать, и для этого ученые используют компьютеры. При этом никакого вмешательства в гены или хотя бы в сами клетки. Зато активно используются виртуальные симуляции на тех же движках, которые обеспечивают физику в мире игр типа Fortnite или Minecraft. Компьютерная нейросеть просчитывает, какая форма комка нужна, чтобы заставить его делать что-то конкретное. То есть нейросеть строит чисто физические модели будущего биоробота и предсказывает связь формы с поведением. Например, комок с выступом, похожим на вилку или на ковш, будет собирать отдельные клетки, разбросанные по чашке Петри, и составлять из них, как добросовестный дворник из снега, весьма аккуратные кучки. Если же слепить комок так, чтобы у него было нечто вроде ног, он будет как бы ползать по дну чашки. А если оставить пузырчатый выступ, то такие комки будут кружиться в разных направлениях, сцепляться друг с другом, а потом разлетаться в разные стороны. Получается, программируются такие биороботы не в привычном смысле. Пишешь код, вносишь его куда-то внутрь и получаешь покорного слугу. Нет, сначала в виртуальном мире симулируется множество форм, просчитывается, какую программу каждая из форм задает, и потом уже в реальном мире реальному комку клеток в реальной чашке Петри придают форму, которая заставит его делать что-то определенное, например, толкать объекты перед собой. Учитывают в моделях и то, из чего сделан ксенобот. Например, если брать больше клеток, которые должны были у эмбриона лягушки образовать сердце, то мы получаем бота, чье тельце больше как бы пульсирует. Они важны, если хотим, чтобы он ползал. А если набрать клеток будущей кожи лягушки, то у них отрастет нечто вроде волосков, эдакие реснички, которыми клетка может крутить как пропеллером. Тогда ксенобот получит возможность плавать сквозь жидкость и делать это быстрее любого ползающего товарища. И тут, казалось бы, все подконтролимо и предсказуемо, пока первые в мире живые роботы вдруг не стали решать одну из самых важных задач для всего живого. Создавать себе подобных. Ни делением, ни почкованием, ни спариванием, ни одним из способов известных науке. Этому-то и посвящено новое исследование. Стоило ксеноботам начать чего-то добиваться в жизни самим. Ученые и раньше замечали, что комки, шатаясь по чашке Петри, могут составлять кучки из случайно разбросанных отдельных клеток. В новом эксперименте биологи решили добавить своим детям больше движения, то есть больше клеток кожи. И все прошло без сенсации. Боты получили в избытке пропеллеры реснички и снова собрали кучки из клеток, которые так и остались без хозяина. Но спустя пять дней новые кучки стали шевелиться. Биологи присмотрелись. Не может быть, это же новорожденные ксеноботы. Если обычные состоят из нескольких тысяч клеток, то в этих было всего около 50 штук. Ученые до этого даже не знали, что ботам для старта в жизни может хватить и такой малости. Кстати, технически это правильно называть не репродукцией, когда организм создает в себе же себе подобных растений, дают семена, а млекопитающие, как правило, вынашивают плод, чтобы затем родить яйцекладущие ехидны и утконос не в счет. В случае же ксеноботов это репликация, то есть буквально копирование, воссоздание себе подобных. Но поскольку тут способ уникальный, прежде неизвестный, ему и название дали особое, новое. Кинетическая саморепликация. Кинетическая, потому что происходит лишь за счет движения. Но этого оказалось слишком мало, потомство уже не могло повторить трюк, так что едва зарождавшаяся колония была все равно обречена на вымирание. Тут ученые вмешались, но поступили как хорошие родители, не стали перекраивать все на свой лад, а лишь помогли. Они поручили нейросети смоделировать форму, при которой такая саморепликация будет эффективнее всего. Машина предложила это. Верно, Пакмана, когда он вот-вот что-то съест. Ну, делать нечего, собрали номики ксеноботов по образу и подобию. И выяснилось, действительно, Пакманы собирают намного больше клеток. Получается, детишки-клоны намного крупнее, и они уже не слабаки какие, а могут продолжить род. Да так, что их детишки, внуки первоботов, тоже не лыком шиты и осиливают сборку следующего поколения и так далее. Конечно, пока ученые пополняют питательные запасы в чашке, где все это происходит. И тут возникает вопрос. Во что может развиться эта колония? Могут ли комки в итоге начать сливаться и образовывать уже более сложный организм? Они пройдят эмбрион, который сможет стать лягушкой, то есть вернуться к своему прообразу, ведь гена никто не модифицировал. Или они могут развиваться совершенно в новый организм, прежде невиданный. Этого никто еще не исследовал. Сами авторы работы говорят, что на всякий случай соблюдают серьезные меры предосторожности, чтобы их живые роботы не просочились во внешний мир. Там они могут банально погибнуть, что самый вероятный исход. А могут действительно стать чем-то новым, ведь воссоздавать себя они, как мы теперь знаем, умеют. Правда, в очень уж тепличных условиях и под заботливым присмотром родителей. Но клетки и лягушки — это только начало. Авторы говорят, что хотят довести технологию до уровня, когда мы сможем в промышленных масштабах создавать таких биороботов из нужных нам клеток, например, человеческих. Это позволит решать большие сложные медицинские задачи. Представьте ботов из ваших стволовых клеток, которые плывут поврежденным сосудом или тканем в сердце и латают вас с собой. Можно представить и другие более мрачные и жуткие сценарии использования. Но зачем? Тем более это одинаково далекие на сегодня фантазии. Пока предстоит узнать хотя бы, на что еще способны клетки южноафриканской лягушки и собранные из них ксеноботы. Айтишники и биоинженеры уже умеют строить хранилище данных, где вместо жестких дисков — ДНК. Технологию создают и тестируют уже не первый год разные команды исследователей. Удалось даже автоматизировать процесс записи и чтения данных в ДНК. Но хранилище выглядит все еще совсем непрезентабельно и скорой записи данных не впечатляет. В 2019 году, чтобы записать и считать слово «привет», понадобились почти сутки и около 10 тысяч долларов. По технологии информацию кодируют в виде привычных нулей и единиц, но потом переводят в четверичную систему, ведь все мы помним, что ДНК складывается из четырех оснований. Они и кодируют всю информацию уже в самой цепочке. После этого ДНК с нужной последовательностью, содержащей код, синтезируют в лаборатории. И вот сейчас выходят новые исследования, похожие на прорыв. Скорость записи удалось повысить в тысячу раз, и теперь она приближается к той, что была когда-то на магнитных лентах. А все потому, что генетики и инженеры придумали, как плотнее упаковывать ДНК и за счет большей плотности быстрее проводить нужные операции. Уже килобиты в секунду. Технология довольно сложная, но если совсем просто, то они сделали чип, в котором происходит синтез ДНК сразу во многих как бы ячейках. Неужели мы всерьез можем использовать ДНК как флешки? Некоторые технооптимисты видят в ДНК священный граиль хранения данных. Так уж оптимально устроена главная молекула всего живого, что в кубике размером с рафинад можно сохранить все когда-либо созданные фильмы, а в контейнере размером со средний холодильник. Все, что произвело человечество в цифровом виде за все время. Если же еще держать в холоде, то без особых потерь ДНК сохранит данные на тысячелетия. Поэтому мы сегодня всерьез можем мечтать о возрождении, например, мамонтов. Но для появления полноценных ДНК-хранилищ надо решить столько задач, что мы можем и не справиться никогда. И все же к идее относятся уже настолько серьезно, что несколько мировых лидеров в IT-индустрии объединились. Они создали альянс по хранению данных на ДНК. А его первая задача не выпустить завтра генетические флешки, а разработать план, как все эти достижения из лаборатории с большими надеждами, должны стать реальностью для всех нас. Любые цели, большие и малые, нуждаются в конкретном плане. Если не разработать его на старте, научные открытия, новые профессии, ремонт, путешествия и мечты, своя книга, в конце концов, могут навсегда остаться лишь в нашей голове. К Новому году, когда планов на следующий все больше, я вот не сомневаюсь, многим из нас будет полезно разобраться, как превращать цели в пошаговый алгоритм конкретных действий. И для этого образовательная платформа Нетология разработала бесплатный имейл-курс «Семь шагов к цели». Каждый урок приходит вам на почту. Ничего лишнего, акцент на практику, а не общие советы, как это часто бывает в таких случаях. Всего семь писем. Будут домашние задания и инструменты, которые помогут понять, с чего начать, как настроиться и спланировать путь, как расставить приоритеты, мотивировать себя и оценивать результаты. Я вот уже записался, потому что у меня есть пара целей, о которых даже думать страшно. Но они стоят того, чтобы преодолеть себя, так что рассчитываю, что курс Нетологии поможет мне. Страх перемен можно превратить в любопытство, а ваш новый проект, чем бы это ни было, в эксперимент. Тогда сделать нужные шаги будет проще. Если решите учиться поменять что-то в профессии, в Нетологии встретите поддержку на всех этапах. Эксперты и кураторы ценят ваши цели, помогают сохранить мотивацию и дают ценную обратную связь. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на бесплатный курс «Семь шагов к цели», а по промокоду SAIWAN получите скидку 45% на платные курсы Нетологии. Давайте вспоминать о своих целях не только 31 декабря. Ни один из известных нам законов физики не запрещает движение во времени назад, но мы исходим по умолчанию интуитивно, да и в осознанном поведении с принципа «что сделано, того не вернешь». Весь наш опыт подсказывает нам, что, например, разбитая чашка не соберется заново, а склеенная она все равно никогда уже не будет прежней. Это называется термодинамической стрелой времени. Это означает, что все, что происходит с точки зрения физики, увеличивает энтропию, иными словами, меру неупорядоченности системы, а если совсем грубо, становится больше хаоса по сравнению с тем, как было до события. Энтропия целой чашки меньше, а энтропия разбитой больше, потому что целая чашка может быть только в одном состоянии, а разбитая в бесконечном множестве, ведь ее части, например, осколки, могут разлетаться бесконечным множеством вариантов. Так вот, команда физиков сразу нескольких университетов обнаружила, что квантовые системы могут одновременно развиваться по двум противоположным временным направлениям, как вперед, так и назад во времени. Это не так уж безумно, как звучит. Ученые решили проверить, а что, если изменение энтропии будет совсем небольшим, или даже за счет квантовых флуктуаций отрицательным? Обратится ли в этом случае время для этой квантовой системы вспять? В обычной жизни в макромире энтропия необратимых процессов нарастает слишком сильно. Кружка разбивается, если нам показать это задом наперед, то мы сразу поймем, как было и как стало, откуда и куда все на самом деле движется в этой системе кружка-пол. Но можно перевернуть игру. Это одна и та же запись, только одна из них проигрывается задом наперед. А какая это уже не имеет значения, так как на этом отрезке времени метроном ведет себя идентично. И все потому, что энтропия у метронома менялась незначительно, пока записывалось это видео. Ход замедлялся, но не так, чтобы мы могли отличить начало и конец, а значит и разницы между ними в сущности и не было. Что будущее, что прошлое. Конечно, со временем метроном остановится, когда закончится его завод. Но на коротком интервале времени увидеть разницу крайне трудно, потому что ее просто почти и нет. В исследовании идет речь, конечно, не о метрономах. Ученые пришли к выводу, что в квантовых системах с незначительной или вообще неизменяющейся энтропией и таких островках стабильности в этом непредсказуемом мире вероятностей любые процессы могут одновременно протекать как вперед, так и назад во времени. Другими словами, стрела времени оказывается в суперпозиции. Но стоит качнуть лодку, подвергнуть квантовую систему заметному воздействию, и энтропия увеличится. Стрела времени потеряет суперпозицию, и она качнется в сторону, где энтропия будет нарастать, то есть вперед. Но можно ли сделать так, чтобы система оказалась в этом стабильном состоянии, почти не меняющейся энтропии? В квантовом мире ее требуется для этого максимально изолировать от внешнего мира. То есть, парадоксально, нужно приложить немало усилий, и чем дальше, тем больше, чтобы ничего не происходило. Наращивать энтропию вовне, чтобы внутри она не менялась. Если получается, в итоге будущее внутри системы становится неотличимо от прошлого. Так, в квантовых компьютерах, а это более чем реальные квантовые системы, атомы изолируют от теплового и других излучений. Вокруг гудят системы охлаждения, работают инженеры, роняют и разбивают кружки, энтропия по-черному растет. И все, чтобы внутри квантового компьютера было спокойно и ничего не происходило. Но в теоретической квантовой системе, которую описывают физики в этом исследовании, даже попытка измерить ее состояние уже покачнет систему в сторону, где энтропия неумолимо растет, то есть подтолкнет в будущее. Главный вывод, который решаются сделать авторы исследования, законы физики, которые связаны с течением времени в квантовом мире, похоже, гораздо сложнее, чем мы часто себе представляем. То есть, если уж и возможно машина времени, то она бы выглядела скорее не так. Летим на всех парах, в будущее или прошлое, а как-нибудь так. Мечта мясника или мороженчика. Уже давно стало ясно, что воды, одной из основ жизни, во вселенной хоть ведрами выноси. Много и не только у нас дома, в Солнечной системе, но и в местах подальше и подревнее. Нашлась H2O даже в этой паре галактик, которые мы видим в тот момент, когда им было еще по 780 миллионов лет после Большого взрыва. Открытие сделали астрофизики с помощью радиотелескопа Альма. Казалось бы, мы засекли молекулы, когда кислород, а он, напомню, составляет с двумя атомами водорода молекулу воды, еще никто массово не производил. Первые звезды еще не дожили до того, чтобы кашлить кислородом, а водорода было куда ни плюнь. Тогда откуда в таких количествах взялся О уже в те времена? Этот вопрос пока без четкого ответа. Зато, похоже, мы разгадали другую загадку. На Земле. Откуда воды столько у нас здесь? Общепринятая теория гласит, воду на Землю принесли астероиды, но не абы какие, а спектрального класса С, то есть с высоким содержанием углерода. Сейчас их большинство, больше 75% от всех открытых нами. Вот только в этой теории есть серьезная неувязка. Ученые посчитали, а столько, как сейчас, могли бы астероиды принести на Землю. У нашей воды больше обычного легкого водорода, то есть протия. Совсем не то, что мы видим на этих углеродистых астероидах. Но не могли они поливать нас, да еще в таких количествах, как говорит классическая теория. Должен быть источник, который мы все это время не замечали и не учитывали. В Солнечной системе воды еще больше, чем на Земле. На спутнике Сатурна Энцеладе бьют гейзеры из-под ледяной коры, который его окутывает через край воды и на Европе спутники Юпитера. Зато на каменистых планетах вроде Марса почему-то САЖ-2О не очень. Судя по всему, она там могла быть, но не сохранилась. В общем, главным поставщиком воды, как считают авторы нового исследования, могло стать Солнце. Звучит бессмысленно, но сейчас вы все сами поймете. Дело в том самом протии. Солнце постоянно выбрасывает в космос протоны в виде солнечного ветра, то есть фактически ядра того самого протия, обычного легкого водорода. Оказалось, что постоянное облучение протонами поверхности другого типа астероидов может приводить к образованию воды в пылинках, которыми покрыта поверхность таких астероидов. И это каменные астероиды С-типа. Там много соединений кремния, много тех, где на каждый его атом приходится по 4 атома кислорода. Вот и второй компонент воды. И это не просто какая-то там очередная гипотеза. Этому нашли подтверждение. Воду обнаружили в образцах грунта астероида Итакава. Их доставил на Землю японский аппарат Хаебуса в 2010 году. При помощи компьютерной томографии ученые рассмотрели поверхность пылинок Итакавы и обнаружили, что там концентрация воды зашкаливает. В пересчете на кубометр породы там набирается до 20 литров воды. И это еще не все. Это процесс, который мог проходить на ранних стадиях развития Солнечной системы. Он явно должен идти и прямо сейчас. Так что его, конечно, попробовали воссоздать в лаборатории. Облучили протонами поверхности силикатных горных пород. И сработало. И это одно из тех редких открытий, полезных не только для понимания того, как все устроено во Вселенной. Оно может на практике нам помочь в освоении космоса. Раз силикатные породы могут давать воду, то это стоит использовать. Такую воду можно пить или на месте делать водородное топливо, если, конечно, всерьез соберемся куда-то дальше околоземной орбиты. И, наконец, загадка. Как-то много под последним роликом жалоб в комментариях, что слишком просто. Мол, мы же не такие глупые, чтобы всерьез с этим не справиться. Хоть я и не считаю, что умение решать задачки показывает уровень интеллекта. Как правило, оно показывает лишь умение решать задачки и не более того. То есть этому всегда можно научиться. Но все же подыграю жалобщикам. Пусть сегодня будет им праздник. А кому и те задачи казались сложными, могут понаблюдать за ними и перевести дух. Итак, небольшая история из старой детской книжки. Мистер сел в самолет. К несчастью, мистер в полете выпал. К счастью, на мистере был парашют. К несчастью, парашют не раскрылся. К счастью, мистер падал ровно туда, где стоял огромный сток сена. К несчастью, из сердцевины стога торчали виллы. К счастью, мистер пролетел мимо вилл. К несчастью, мистер не попал и в сток. Теперь вопрос. Можно ли здесь адекватно применить методы оценки рисков? Учитывая информацию, которая приводится, оцените шансы мистера выжить в конце каждой строчки. Можно начать с той, где он уже выпал. Что ж, интересных вам размышлений. Это была Пушка, Сайван, а я Влад. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok